Само слово «кризис» означает «затруднительное тяжелое положение», и в таком положении оказались многие предприятия и частные предприниматели. В рассказы, в основной доход приносит носочный и трикотажный бизнес, поэтому с введением санкций практически каждый руководитель почувствовал на себе условия кризиса. Например, трикотажному бизнесу стало затруднительно приобретать заграничное полотно, а отечественное резко возросло в цене, поэтому и на свой товар пришлось повысить стоимость. От этого страдает как большой, так и малый бизнес. Как удается преодолевать трудные времена малым предприятиям, выясняла Екатерина Студенова. Индивидуальный предприниматель – это тяжкий труд, говорит Ирина Викторовна. Бывает так, что даже на семью не хватает времени, потому что все мысли и силы уходят в работу. Продажей детских товаров Ирина Шатилова занимается уже 15 лет и знает по личному опыту, насколько бывает трудно завлечь, а в последующем сделать так, чтобы покупателю понравился именно твой товар. Когда детскую одежду возили из Москвы, не всегда удавалось отвечать за качество, поэтому на семейном совете решили открыть свое производство. Шли к этому долго, так как на это требовались серьезные финансовые затраты. Но справились, потянули и в 15-м году уже заявили о себе, как о производителе детской трикотажной одежды. У нас большой ассортимент и кофточки, ползунки, распашонки. Все наши изделия прошли сертификацию. Они имеют государственную регистрацию продукции. То есть все лабораторные испытания были проведены, поэтому они безопасны, экологически чисты для детей. Продумывается, конечно, каждая деталь. Где-то сделаем кнопочки, где-то сделаем пуговички, чтобы было удобно детям одевать. Цены на нашу продукцию. Вот с этим кризисом цены на продукцию мы не повышали. Даже после того, как увеличилась цена на закупочные материалы, то есть подорожала ткань, те же какие-то комплектующие изделия, цены мы оставили прежние. Если было какое-то повышение 5-10% на какие-то изделия, и то не на все. То есть на малейшие какие-то. Ну а вам какой выгод есть от этого? Ну хочется сохранить людей, хочется сохранить покупателей, хочется показать, людям, что есть мы. То есть на этом держимся, по идее. Детская трикотажная одежда «Антошка» стала пользоваться успехом, говорит Ирина Шатилова. Один магазин, конечно, не принесет большой прибыли. Поэтому свою продукцию начали вывозить на всевозможные ярмарки. Такие, как Покровская, Первомайская, приглашают и на районные ярмарки. Несмотря на сегодняшний кризис, трикотажная мастерская по пошиву детской одежды старается держаться на плаву. И у руководителя, и ее небольшого коллектива это получается. Вот знаете, как вот, ну в основном вот старые активы, старые закупки, которые были, за счет этого мы и держимся. Ну что вот главное в этом кризисе? Это хотя бы сохранить те позиции, которые мы сейчас имеем. Потому что развивать сложно, правда сложно. Выручки купали практически в два раза. Ну люди ищут подешевле продукцию. Ну вот поэтому, в принципе, была создана эта мастерская швейная, чтобы именно была себестоимость продукции меньше. Если я сейчас в Москву начну возить эти вещи, они будут намного дороже. Потому что у них закупка в Москве. Вот мы же ездим за товаром в Москву. У них закупка такая же, как мы здесь продаем. То есть у нас, получается, продукция продается по себестоимости. Чтобы удержаться в кризис и не потерять своих клиентов, нужно не просто работать, а отдавать себя полностью, говорит Ирина Викторовна. Над каждым изделием приходится долго работать. А для создания новой модели бывает не спишь ночами, говорит Ирина Шатилова. Все нюансы прокручиваешь в голове, потом начинаешь шить, а получается не так, как хотелось бы. Поэтому, чтобы добиться желаемого результата, нужно все пробовать практически. И не жалеть ни сил, ни материальных затрат. Сейчас Ирина Викторовна с большой любовью показывает каждую вещь. Ползунки, распашонки, боди, пижамы. Демонстрирует качество изделия. И надеется, что кризис в ближайшее время пойдет на спад. А производители смогут реализовывать свой товар по доступным для покупателей ценам. Екатерина Студенова, Максим Соколинский. Новости ТВ Рассказыва.